эй всем привет с вами я александр вы на канале вальгала где мы рассматриваем карты играем в игры по берсерк берсер героем а также в вархаммер друзья но сегодня у нас классический берсерк друзья обзор последний обзор на карты по перерождению берсерка под названием война стихий здесь у нас будет нейтральный все нейтральные от рядовых до элитных и мы будем заканчивать этим обзор чеки на эти карты до которые я подготавливал дальше мы будем ждать релиза я очень его жду и надеюсь что он пройдет просто замечательно соберется достаточно большое количество людей и мы проведем просто отлично время но я вас позже порадую распаковочками на наборчики дано оставить герита и на свиту повелителя также на бустеры по перерождению берсерка первого сета под названием война стихий друзья ну давайте идем на кухню готовим себе чем вкусненькое замечательно садимся поудобнее и начинаю смотреть для вас будет показывать нейтральные карты александр то есть поехали надеюсь все уже готово уже все готово ты сидишь поудобнее дружище и ты готов это смотреть да здесь все нейтрально в таких протекторах друзья отвечаю на все вопросы которые мне часто задают это протектора фирмы легион насколько я помню покупал я их давно и надеюсь вы сможете их найти в других магазинах так что вот так вот смотрите покупать вроде да логотип из магии да там это у нас белые карты ну я перемешаю все карты вот так вот вот так вот так вот вот так вот да и мы будем начинать смотреть до начинать выйдем самый первый что же нам подготовили нейтральные карты и будем мы смотреть что ж поехали и первый кто у нас это гермет элита шесть стоит до нейтрал до в красных тонах значок да у такой да и что же у нас здесь смотрите 10 жизни на один ходит два три четыре урон чека до в начале боя получая то есть бой мы получим плюс один передвижение лишь у вас есть теплое существо плюс один брони если у вас есть горное существо плюс один к регенерации если у вас есть болотное существо плюс один как не плюс один а регенерацию 1 и броню один да а также опыт в атаке один опыт защиты если у вас есть лесное существо либо плюс один к среднему сильно если у вас есть темное существо то есть смотрим куда мы его закидываем до в каждую из стихий да и у нас может получиться вот такой вот у нас чувачок то есть с таким бафом, да, но смотрите, если у нас несколько, да, то мы что-то получим еще большее, вот такой у нас гермет, так, следующее, следующее у нас ассасин, тоже элита, уникальная корона, видите, где 7, 7 жизней на 1 ходит, 1, 2, 3 урончик, такой особенький, да, редкая карта у нас, прыжок, дальность 3, удар через ряд на 1 и добивание на 4, хорошее добивание, прям очень хорошее, вот такой у нас ассасин, да, койар, 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 вот так вот, ассасинчик так туда, вот эти добивания 4, такое хорошенькое, плюс еще прыжок, если кто-то где-то находится, мы прыгаем, поворот, добивание, ой, хорошо так, так, следующее у нас, ревнитель сегера, стоит 5, да, инквизитор, 10 жизней на 1 ходит, 2, 3, 3 урончика, да, при атаке выберите число менее или равное х, где их значение этого, этой атаки, при этом, ваше существо справа и слева от ревнителя получают защиту от немагических атак, такой величины до конца следующих хода противника, ух, как записано, при атаке, да, выбираем число, выбираем число, да, ну, 5, да, меньше или равное х, где а, выбираем число меньше, где их значение этого удара, при этом, ваше существо справа и слева от ревнителя получают защиту от немагических атак, такой величины до конца следующего хода, ну, все, мы поняли, защиту получит тот такой удар, который у нас там мы выбрали, вот такой у нас ревнитель, то есть, Сигера, защита такая, я тебя защиту, ну, арт, ты же у нас, равняется, да, следующая карта, это у нас ведунья ордена, 4 серебряных стоя, да, рядовая, защита от выстрелов, 7 жизней на 1 ходит, 1, 1, 2 урончик, блин, арт красивый, мне нравится, в конце хода противника, вы можете посмотреть 3 верхние карты, ваши колоды, затем положить их наверх или вниз, ваши колоды в любом порядке, не перемешивая колоду, интересно, интересно, да, разряд на 1, дальность 4, это нам надо понимать, кто сможет сразу с колоду верхнюю карту, да, например, на пророчестве, ну, довольно-таки так интересно, да, чтобы пророчество сработало, да, разряд на 1, дальность 4, ну, уже имеет разряде, но с дальностью 4, ну, наверное, в колоду с пророчеством, хорошо наверно залетит так следующее отшельница вот от шикарнейший арт мне прям просто понравился друзья просто мне понравился 5 серебряных стоит 9 жизнь один ходит 112 за поворот внезапно действие когда существо внезапно действие за поворот когда существо получает раны от удара перераспределить эти раны на других ваших существ и забор это зачастую 3 вот пожалуйста мы можем раны просто перераспределить вот такая вот у нас отшельница так следующее у нас следующее у нас головорез стоит 6 серебряных защиты от выстрелов до пират 12 жизни на один ходит два три четыре урон чека да пока рядом с головорезом больше ваших существ чем существ противника он получает направку и опыт в атаке ну будем идти до где его ставить да где мы будем ставить поближе к нашим скопище вот таком вот у нас головорезе так следующий это мародер мародер до 3 стоит серебряных уникальная карта 5 жизни 1 ходит 11 2 ручка особо не живучий урон особо не бьет на что он может он может через ряд ударить на 1 до и при наборе мародера вот в отряд вы получаете одну монетку пожалуйста мы еще один кристалл получим монетку а кристалл золотой причем ну так вот добавим себе никуда такое усиление ой следующий раз лазучица лазучица стоит 6 уникальная защита от метаний 10 жизни на 2 ходит быстренькая на 234 ручек до набора отряда вы можете показать противника лазучицу и своей раздачи при этом посмотреть две случайные карты из раздачи противника за каждую показанную литву карту существует на одно меньше вы обязаны взять ее в отряд вот так мы можем показать если мы показали ее то мы обязаны и будем взять в отряд вот такая у нас лазучица но при этом она будет стоить на 2 максимума будет дешевле стоит но такая у нас лазучица аристократка вот такая у нас 6 стоит до уникальная золотые ли это у нас семь жизни на один ходит один один два урочек но что же она может да вот урончик не особый до особо не ходит но за поворот удар через ряд на один начале боя воздействие интриги то есть что за интрига если мы первые два выбрана существа получают отравление на 1 если мы вторые закройте две карты противника они не открываются начале первого хода своего владельца это в начале боя вот такая у нас вот ну думаю лучше ходить первым до отравления тогда получше чем но второе как бы такое ну я выбрал на первом не знаю как вы давайте пишите в комментарии друзья следующая карта это взрывная мере но с бомбами камикадзе да какая-то ну посмотрим да либо бросок будет как бы до 4 стоит уникальной серебряных 8 жизни на 1 ходит 1 2 3 урон чик внезапное действие до воздействие черная метка как до бросок кубика существа равен 1 ранить его на 2 интересненько да и за внезапное действие один пиратская удаль ранить существо противника на один тоже интересненько так а по и теме такого подранить либо добить то это взрывная мэри вот следующий у нас воин храма 8 стоит дороговато 13 жизненно приходит 246 ручка но урон че хороший когда воин храма сражается бросьте кубик два раза и выберите один из статов бросков вот так вот два раза кидаем какой-то мы выбираем если воин храма атаковать дальние так и бросить кубики если выпало 5 или 6 так а блокируется ну и некой мы можем заблокировать себя да но такой у нас воин храма так следующий у нас следующий у нас линнет 5 5 стоит уникально серебряные защиты от магии 8 жизни на 1 ходит 123 урон чик минус 1 на дальних атак уже защищена как-то дальними атаками на это у нас чё ультра что ли до утра до набора отряда вы можете показать линнет и существо стоимостью не более семи а все мы в два показа и существо не больше 7 или нет возьмите линнет это что в отряд за кристаллы это что получает особенность погибает когда ваши метки покидает поле боя и разряд один ну вот она короче кого-то притащит к с собой если она умрет отправиться на кладбище либо зона изгнания то погибнет и это существо но она поможет набрать существо не за золото а за серебро ну так вдруг надо чтобы сэкономить но следующий у нас и орвал и орвал как тогда это дракон 6 стоит уникальный золотые 10 жизни на 1 ходит два-три-пять урона ну такой вот не летающий дракон у нас да и орвал и орвал получает плюс один к атакам опыт в атаке и минус один от немагических атак пока рядом с ним стоят существа минимум четырех разных классов опа ну да мы должны иметь кого-то рядышком без зайницы да там классы разные ну надо будет смотреть до кого мы рядом с ним поставим когда он получит вот это все вот такой у нас и орвал так следующим у нас это варлок смотрите 7 золотых стоят 8 жизнен один ходит один-два-три урон чекда не особо но что он минус один от дальних атак у него пожалуйста редкая карта за поворот заклинания пламя бездны ранить на 2 кажется что противник обладающий выстрел метанием или взглядом ну мощненько мы можем поранить тех кто нам нас бесят да и за фишку мы будем копить фишки либо получать до заклинания дверь измерений переместить существо на любую незанятую клетку поле боя а кто-то вдруг у нас с рядышком стоит да вот прям рядышком с нами он бесят мы взяли его переместили вот такой у нас варлок да так следующая карта это у нас наемник стоит 4 до уникальное опыт защите 1 10 жизнен один ходит 3 3 4 урончика хороший урон чек строй минус от выстрелов и метание ну да надо кого-то погонять со строем да чтоб рядышком стоял но художник у нас то и 100 мин да насколько это понимает уже у нас разработчик до игры вот такой у нас наемник следующий вольный воитель 2 стоит дешевенько до дешевенько это у нас уникальная карта опыт в атаке один броня 13 жизни на 1 ходит 0 1 2 урончик ну блин он и не живет особо да при наборе вольного и телеотряд вы можете заплатить за него x серебра больше при этом он получает начинает игру с x к атакам и плюс 2 и к жизни не может быть больше 4 вот сразу дамы дебаф 0 его то есть он начальному пикс но участвовать и плюс 4 к атакам то есть 4 5 6 будет да и 2 и к жизни на 4 на 2 8 плюс 3 ну такой будет у нас вольный выйти надо подумать да что же делать это уже недостающие кристаллы можно на него напихать то есть не из расходу не стучи они не разу кич 7 золотых стоит уникальная направленный удар защита от разрядов и опыта таки один 12 жизни на 2 ходит 2 3 4 . уже хорошенький такой но что же это ультра у нас то что же нам здесь будет при наборе кича в отряд вы можете получить два кристалла золотых при этом вашем отряде не может быть больше трех стихийных карт не может быть больше трех стихийных карт да при сильном ударе ранить атакованное существо на величину слабого удара стоящие сзади него карты воздействия коварный подкуп вот такой у нас течь то есть мы еще кому-то доплатим да и но и так как буду коварный подкуп такой да и он еще сзади его противник он тыкнет и все вот такой у нас так следующий берсерк вот он да с одна из первых картура была показана в итоге вообще полностью здесь да у нас как только появилась война стихий в анонсах 6 золотых стоит уникальная направленный удар защита отравления защита заклинаний и опыта таки 10 жизнь один ходит 3 4 5 урон чика хорошо да во первых он бьет через ряд на один может нападать ударом два раза заход только подряд и по разным картам после первого удара не закрывается ну еще два раза может ударить ну как бы хороший такой на берсерк редкая карта вот он следующий у нас дозор фо форендера порендер 5 стоит серебра 9 жизнь один ходит 112 урон чика до за поворот выстрел на один плюс один к выстрел по летающим что мог некий такой летающих будем побольше да ранить при гибели тащи существа дозор форендер может получить полеты плюс один к такому до конца боя один раз за бой вот мы еще можем сделать его летающим то есть кого-то добили и хопа в лед пошли вот такой у нас дозор до следующая карта у нас сейчас будет это тогда следопыт 4 стоит серебряных восемь жизненных выходит 112 урончик после расстановки карт вскройте следопыта противник вскрывает карты своего первого ряда и вы можете поменять расположение своих карт на вашей половине поле боя не вскрывая и так вот как только расставили мы показали следопыта на вскрываем следопыта ты засмотрим его который карты и свои можем переместить вот такой и выстрел на один да вот такой у нас следопытик следующего следующий у нас матросы аделаиды пират до 5 стоит 8 жизни на один ходит 223 урон чека рядовая карта прыжок дальность 3 а мы же будем прыгать быстро перемещаться получает опыт защите 1 и минус 1 слабых ударов пока стоит центральном столбце вот так вот получает плюс 1 к атакам и плюс 1 кс опыт в атаке и плюс 1 к среднему сильным пока стоит в крайнем левом или правом столбце то есть мы еще будем распределять делом будет на поле стоять по центру либо здесь либо здесь вот так вот это такой у нас матросы аделаиды надо будет еще прыгать по этим столбцам следующий паладин аламора эльф инквизитор стоит 6 серебряных броня 110 жизнь на 1 ходит 2 3 4 урон чека строй плюс 1 к удару по темным картам ваши существа с выстрелом метанием или разрядом в одном столбце с паладином аламора получает плюс 1 к дальности вот кого-то мы прям хорошо баф ним чтобы он там барах и далеко стрельну так следующий у нас это ловец удачи стоит 5 серебряных уникальная 8 жизнь на 1 ходит 1 2 3 урон чека за поворот выстрел на чего и не выстрел а удар через ряд и внезапное действие воздействие удачи плюс 1 или минус 1 броску кубика или перебросить кубик начале хода противника может открыться вот такой интересненький может еще и открываться начале хода противника ну да ловец удачи до следующий у нас это же рак да он кого-то живет 5 стоит серебряных направленного удара до 10 жизни на 1 ходит 2 2 3 урончик трупоедство ну да поедать в принципе трупоедство должно быть ранее при трупоедство получает до 3 дополнительные жизни при трупоедстве получает вид дополнительные жизни ну так вот интересненько да он может только себя то в жизни то навешать может себе да так что вот такой у нас жрак волот вот он у нас такой волот 9 стоит уникальная защита от разрядов защита от правления 24 жизни на одну ходит и 5 6 7 урончик но мощника но он имеет неповоротливость до некий дебаф такой противник может перенаправить удары волота на любое свое существо стоящие рядом с вода ну то есть да вот может промахнуться так вы по-другому ударе тут вернется и в другого попадет волот ультра ну то это кстати 200 последняя карта выпуска под номером до следующая карта это у нас арацент вот такой арацент у нас до 6 золотых стоит защита от отравления опыт в атаке 12 жизни на 2 ходит 223 урончик быстренький при слабом нари атакованы получать равнина 1 вот слабенький 2 до при среднем или сильном ударе так он и получит равнина 2 нифига себе не кровь на яд сильнее которого нет на земле течет в их жилах ну так вот он поэтому отравляет это арацент следующее у нас это алвалид инвалид так вот это инквизитор 5 стоит уникально 8 жизни на один ходит 123 урончик при промахе вашего существа в ваш ход получить фишку вот мы накопим фишечку когда получает третью фишку потерять все фишки при этом получить две раны воздействие все пропало ааааа все пропало за голдерс в конце вашего хода разряд на 1 плюс 2 к разряд за каждую фишку при этом теряет все фишки то есть фишки будем разрядами терять да это редкая карта но при этом если мы их накопим дофига то будет у нас две раны вот такой у нас алвалид инвалид следующий крон так 4 стоит инквизитор серебряных стоит 7 жизни на 1 ходит 112 урончик но особо нет воздействие разжигание костра положите маркер костра на свободную клетку до конца хода противника клетка с маркером костра считается занятой разряд на 1 плюс 1 к разряду по летающим ну то есть разряды по летающим полетят но при этом мы заблокируем одну клетку чтобы он никуда не двигался до интересненько то можно было бы например оставить до чтобы он хобо туда встал и был бы у него ранее ничего следующая шакси 5 стоит уникально читать заклинание 8 жизни на 1 ходит 233 урон чика прыжок дальность 3 прыгаем до козле то прыгать а при прыжке бросите кубик если выпало 1 или 2 ранее стоящий рядом существовало 2 если выпало 34 излечить шакси или стоящий рядом существовало на 3 если выпало 5 или 6 стоящий рядом что получает фишку воздействие удар копытца при прыжке бросите кубик то есть мы так понимаю заявляем прыжок да да уже кидаем шакси ну так тут следующий у нас и последний это ведающий запасом чит запасами стоит 4 до пират уникальная 7 жизни на 1 ходит 223 урон чика при наборе отряда если вашем отряде есть карты стоимость три четыре пять шесть семь восемь вы можете взять ведущего запасом отряд бесплатно в принципе они то по-любому буду до карты с такой стоимостью да то мы его сможем взять бесплатно вот такое у нас вот ведущий запасами но это были на все нейтральные друзья мы их посмотрели ставьте сразу комментарии пишите лайки подписывайтесь на видеоканал также телеграм-канал поступает подписывайтесь где скоро будет конкурса но мы ждем релиза друзья скоро будет релиз надеюсь и он будет да и мы сыграем там и посмотрим все карты я вам покажу все с вами был александр добро пожаловать в альгалу потому что врата открыты только для храбрейших сколь